Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Поехали покупать маме платье. Вот сейчас мы и сравним, как он вел себя в магазине с Надей, какие подбирал для нее модели, как реагировал на то, что она примеряла, и как будет все это происходить, но только с мамой. Начало уже интересное. Не успел сам был зайти в магазин и тут же стал просить, чтобы маме подобрали платье. Какое-нибудь красивое, с ног сшивательное. Не обязательно, чтобы это платье было длинным, но обязательно, чтобы оно было с разрезом. И декольте, желательно до пупа, да? Это чудо-юдо, чуджевое и теплое. В чем душа держится? Едва теплится. Схватила за эту клюку. Ногами шаркает. Но за платьем она приперлась. Она уже несколько лет жалуется на то, что у нее нет сил. Не то, чтобы выбрать себе подходящее платье. У нее нет сил на примерку этих платьев. Как она себе искала шубу? Шубу захотела. Пришла, встала, как копна. Просто вросла перед зеркалом в пол. У нее даже не было сил и интереса пройтись между теми вещами, которые там висели. Посмотреть, пощупать, присмотреть. Нет. Она стояла и покорно терпела все, что на нее надевали. Крутилась и только говорила, подходит или не подходит. Вот так она выбирала себе шубу. То же самое было и с платьями. Но уже кукушка не варит. Что ей нужно? А тут еще сынок какой попался. Вот всем бы такого сына, правда? Выбирает самые смешные модели, в которых мамка выглядит, как, прости господи, и ржет, как павиан без хвостый. Самвел не стал отказывать себе в удовольствие и начал развлекаться тут же, пока маму пытаются упаковать в платье. Он чуть не обоссался от смеха. Девушка кружит вокруг ТВшки, не может застегнуть молнию на спине. Но разве это подходящее платье, если оно с таким трудом одевается и не застегивается? Размер не подходит. К тому же она толстеет день ото дня. Надя учила. Зря взяла Надя бирюзовое платье. Оно на ней еле сходится. Еще чуть-чуть, Надя, поправишься, и все. Это платье тебе будет мало. Сама выбирает себе точно такое же. Да-да, Надя бирюзовая, кстати, смотрелась. Более свободная, чем на ней вот это. Изумрудного цвета платье. На спине не сходится. Рукава длинные, но это не ее размер. У бабы своих мозгов нет выбрать себе подходящее платье. Сын помогать не собирается. Продавец тоже не в состоянии помочь. Девушка смеется, остановиться не может. Бабка руки поднять не может. Ойкает, взвизгивает. И расцветки выбирают какие-то непонятные. Такое ощущение, что бабе Тане 30 лет, а не под 80. Ну какое нафиг ей оранжевое платье? Они его мерили следующим. Вот так она и в молодости одевалась. Аршалуз деньги зарабатывал, деньги были. Но если у нее нет вкуса, она покупала себе самые, что ни на есть, смешные вещи. Не зря Ира ее стеснялась, когда она приходила к ней в школу. Да Ира в принципе ее стеснялась. Вот так купит одежду, не подходящую ей по фасону. Да еще и серо-буро противного цвета. И при этом считает себя первой красавицей и модницей на селе. Ходила, нос задирала. И ведь с тех пор ничего не изменилось. Она до сих пор считает себя молодой и красивой. Говорит, ой, шо вы там, Ольга Леонтьевна, Ольга Леонтьевна? Да посмотрите, какие у нее моржки на лице. У меня таких нет. Когда Самбел показывал, как она вставила неправильно слуховой аппарат, уши морщинистые, возле уха вся кожа сморщенная. Щеки тоже, как печеное яблоко. Какая-то курага не первой свежести, поеденная молью. Но упорно кличет себя молодухой. Зеркала у нее по всей квартире. Щупо, если бы она видела бы себя в этих зеркалах, было бы вообще прекрасно. Те модели, которые мерит она, они не для праздника, они для работы на трассе. Я думаю, что многие сейчас согласятся с моими словами. Я когда прихожу в магазин выбирать одежду, еще до того, как я буду примерять понравившуюся мне вещь, я уже точно знаю, подойдет мне этот фасон или нет. Даже можно подойти к зеркалу, прикинуть на себя и примерно понять, по размеру мне эта вещь подходит или не подходит. Бывает так, что не всегда размеры совпадают. Вроде бы твой размер, а он велик. И вот прям очевидно, что эта вещь будет мне большой. Девушка могла бы приложить платье в районе талии и посмотреть, ее это размер или нет. Также можно было определить длину. Изумрудное платье было длинным, а ранжевое платье – короткое. Девушка, может быть, и пыталась возражать, но ведь там находится сам Вэл, и, скорее всего, командовал парадом он, и модели выбирал, и заставлял мать примерять их, ведь ему нужно было снять трэш-контент. Когда он ходил с Надей в магазин, он относился к ней намного лучше. Не было никаких усмешек. Он трезвым взглядом оценивал платье и сразу говорил, «Нет, Надя, это платье тебе некрасиво, оно не пойдет. А вот это, Надя, тебе хорошо, прям все отлично, берем». А над матерью он просто смеется. Бабку надо было везти в пышную красу, у нее уже 50+. Так что там ей подобрали бы подходящее платье. В общем, накупили они этих платьев и поехали примерять дома. Фиолетовая. Фиолетовая. Стоит ТВ-шка в нем перед сыном. В нижнем белье, которое ей велико на два размера. Без стыда и совести. А сам Вэл это все еще и снимает и выкладывает в Ютьюб, Тик-Ток. Подол не поправила. В мужских трусах дряблыми ляжками сверкает. Позорница. Еще и платье нацепила задом наперед. Уже мозги не соображают, как правильно нужно одевать одежду. Я помню, как она кофточку приняла за юбку и в горловину пыталась сунуть свою пятую точку. Чуть не разорвала ее, но все-таки протиснулась. Вот когда мозгов не фатая, переплюнуть прошлогоднее платье на боках, было очень им легко. В следующем году она вообще придет в костюме Евы. Ну и что, что он в течение жизни у нее помялся и стрепался. Можно было бы погладить, но она и погладила бы. А так сидите и не гавкайте, завидуйте молча. Какая у нее замечательная фигура для 76 лет. Вот эта старость, которую бабка заслужила. Вот все, что сейчас с ней происходит, она это заслужила. Психует на севку. Надя выбрал такие хорошие платья, ей херню какую-то. Ну херни, херню и купил. А Надя купил красивые платья. Все закономерно. Самуэл не упустил возможности снять видео и для ТикТок. Бабкину старую дряблую спину. Господи, вот эта спина уже провисшая. Платье с открытой спиной, пожамканная шея, уродливые ноги. Она со своим отсутствием мозгов сделала ему суперконтент. Он так не ржал уже давным-давно. Неужели нельзя было разглядеть это платье до примерки? Посмотреть, покрутить в руках, глянуть, как оно выглядит. Подходит тебе, не подходит. Она сама виновата в том, что с ней происходит. Она сама сделала из себя чучело-страшнючело. Чужим людям можешь выбирать, но только не мне. Чужие люди, о которых она сейчас говорит, сами умеют себе выбирать одежду. Надя бы вот это позорное платье ни за что не стала бы примерять. А если у бабки мозгов нет, то пусть идет в больницу и лечится, а не бегает по магазинам и ресторанам. Померила она другое платье, черное в крапинку, белое. Лучше, конечно, чем те, которые мерила в магазине, она и вот эта фиолетовая, но все равно у нее страшная фигура. Это платье смотрится на ней прилично, оно длинное. Но сказать, что это платье ее украсило, я не могу. А какие у нее конечности длинные, что руки, что ноги. Она говорит, что нога у нее 35 или 36 размера. Но когда смотришь со стороны, выглядят они, как будто у нее 39-40. Не нравится Самвелу ее походка. Она подняла руки вверх, стала маршировать. Кисть тоже длинная, тоже длиннючая. Это даже вот видно на скринах. Вот страшная с любой стороны, с какой на нее не посмотри. В общем, решили они так, что фиолетовое платье пойдет в продажу. Вот кто хочет после бабкиного, старого, грязного, вонючего, заразного тела купить это платье? Если есть возможность пойти в магазин купить новое, зачем оно людям? А ведь она и в магазине столько платьев померила, которые не купили. И после нее придут люди и будут мерить эти платья на свое тело. И до них это платье, возможно, уже кто-то мерил. И стирать ведь они эти вещи не будут. Диана такая же безалаберная, как и бабка. Она купит новую вещь и тоже ее надевает без стирки. Она даже нижнее белье не стирает. Вот такая же засранка, бестолковая, как и ТВ-шка. Они, когда у нее были на юбилее, произносили тосты. И Ира, и внучка говорили, что они так хотят быть похожими на бабку. Ну вот они уже где-то кто-то в чем-то, но они на нее похожи. Их мечта исполнилась. Пусть бабка подарит вот это фиолетовое платье с открытой спиной Диане. Она такие любит. Просит Самвела заехать в магазин и вернуть это платье. А тот отказывается. Говорит, не буду. Буду я еще полчаса тратить парковаться, выпарковываться, возвращать. Не буду. Будем это платье продавать. Правильно люди пышут. Сейчас не за украшения, а вина и дэ. Поэтому это платье никто не будет покупать. Такую мысль изрекла баба Тани. Я так понимаю, война идет у всех остальных. Им не до украшения. Но только не у нее. Она ведь пошла в магазин, купила себе два платья, собирается отметить день рождения. Ее ничто не останавливает. Люди правильно пышут. Какая лицемерная баба. Самвел прихватил это платье со фиолетовое с собой. Вернулся в свою квартиру и не стал отказывать себе в удовольствии. Примерил. На нем это платье смотрится лучше, чем на его матери. Вот и для него наряд готов. Пани-мама, пани-сын к празднику приоделись. Севка крутится. Что-то там ножками своими козлячьими трясет. В этом платье, говорит, можно и без трусов ходить. Ну и тут же, конечно же, их снял. Вот мало того, что баба Таня свою грязную шею, вонючие подмышки и прокладки вытерла бы это платье, Так еще и Севка свой шнурок потер о подол, натянул его и начал там телепать. Ой, рыбака. Неужели найдутся извращенцы, которые купят после всего этого платья? Если да, то эта семья не одинока в своем сумасшествии. Есть еще такие же люди. Слава Богу, что этот позор в их семье. Со стыда сгореть можно из-за такого сына. Чьи дочери? Чьи это воно? Такое е. Оно и само не зная, я кэ воно. Родила Танюха в ночь не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведомо сам белушку. Какое-то зверушку. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...